Чёрным годом Красивая, богатая, но раздробленная страна лежала в береги. Даже грозная опасность нашествия не могла заставить русских князей объединиться. Каждое принянество встретилось с завоевателями один на один. Героический мальвель Павла Рязанова. Сеча Великая была под колонной. От старца до младенца погибли жители Москвы. 3 февраля 1238 года орды Батыя подошли и окружили столицу северо-восточной Руси, город Владимир. Умирательные машины-броги отрушили на стене и машине на бутыловой камне и плёта. От этих ударов гибли люди. Разрушали свет. Полетели в город горшки с горючими веществами. Вызывали нерочистенные пожары. Героическое сопротивление врагу оказали владимирцу. В нем не ступны и крепостью стали на пути врага сломатые народы. Збили плоскады отворот. Осуждённые поражали воинам паде острелами и горки. Те, на них твящую смолу, пытались отжечь завалы, которыми запомнил монголы, крепостные рвы, но слишком неравненны колеси. 7 февраля начался общий штурм Владимира. Владимир смирился на городским стенам, оскорбенела болезнь в проломы, и рейхиский бой продолжался на улице Угоря. Горели княжеские короны и домонезинных людей, горела слава Владимира, велопадный успехский собор, и гибли, укрывшиеся в нем, в надежде найти защиту у Бога, чудом уцелевшие в неравной битве. Погибли, но не сдались на милость победителя. Гор превратился в сложное покажение. Это была тяжкая расплата за разобщенность русских сибирин, за княжеские усовицы. Пройдут годы. Возродится из пепла злодоглавый Владимир, соберутся новые богатырские рати, и перед одолевшими татар победителями Мамаева побоища широко распахнутся золотые ворота. Вечный символ стоимости и мудроства великого русского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова